Добрый вечер. Я решала много задач сразу же всю свою сознательную жизнь. Выгорела на работе в 2018-2019 году. 34-35 лет. Этот момент осознала лишь в начале 2021 года. И с 2020, когда идет завал, огромное количество стресса и прессинга, и много первостепенных и важных задач, и я эмоционально не справляюсь, ощущение, что вот тебя облили кипятком и хочется кричать. Я просто потерянная. Такое повторяющееся состояние каждый раз при такого рода многозадачности и важности каждой задачи и проблем. Ощущение, что выносит меня из системы. Тот же кипяток. Ощущение всех задач огромными. Как такая маленькая. И просто нет выхода из этого. Я останавливаюсь. И я разом теряю себя. Ну, вообще, это вот я зачитал сообщение участниц оси на диагностику. Вообще, как бы, это сообщение очень странное для меня. То есть, как будто бы девушка говорит, что... Я живу в ситуации, где огромное количество стресса, прессинга и завала, да, и мой организм вот так вот реагирует. Напоминаю вам, что... У нас с вами, как у всех большинства нормальных, обычных людей, есть сознание. Сознание – это то, как вы себя называете, кем вы себя считаете, как вы там принимаете, как вам, кажется, принимаете решение, думаете, живете и так далее. Вот это уровень сознания. Есть неосознаваемая часть. Вот ваше тело – это неосознаваемая часть. У каждого из нас есть небольшой допуск к контролю тела. Как правило, это вот. Пожонглировать там что-нибудь. Потанцевать. То есть, такая вот небольшая часть нервной системы находится в зоне нашего осознавания, которая способна там выполнять определенный ограниченный набор, в общем-то, действий. А большая часть того, что связано с телом, – это неосознаваемая часть. Оно живет параллельно на бессознательном или на автоматическом уровне, само оценивая мир, само реагируя на него. И вот получается такой диалог сознания и бессознательного. В данном случае тело, телесные реакции, телесного ответа, симптомов, вегетативных всех реакций. Потому что девушка описывает вегетативную реакцию, просто какую-то вегетативную реакцию. То есть, реакцию вегетативной нервной системы. Кипяток. Ну, какие-то гормоны выбрасываются, наверное, сосуды расширяются. Какой-то кипяток, да, там приливы, я не знаю, бывают. Ну, а то женщин так описываются. В общем-то, она описывает, говорит, вот у меня так. То есть, у меня нет диалога. Ну, то есть, организм говорит, слушай, вот то сейчас, где ты находишься, это вот это. И вот девушка описала, говорит, вот у меня такая ситуация. На уровне сознания я хочу много дел. На уровне автоматического мозга он говорит, вот когда ты лезешь туда, где много дел, я вот так. Все, вот он диалог. И чего хочет женщина, я сейчас пока не понимаю, вот осея, да, и чего хочет ее автоматический мозг, я тоже пока не понимаю. Сейчас мы это выясним. И вообще, чего в этой ситуации сложной, да, хочет этот человек, наша участница. Вот, пока не очень понятно, давайте прояснять, потому что как будто бы запрос на робота. Я хочу, чтобы я как робот там жила, все выполняла в ситуации огромного стресса, когда все валится, прессинг, много первостепенных и важных задач, а я чтобы была как робот. Вот, но это фенибут, это не ко мне, например, да. Вот, поэтому здесь надо разбираться вообще, чего осея хочет. Ну что ж, осеян, давайте помашите, пожалуйста, рукой. Я сейчас найду вас и присоединю. Пожалуйста, дайте как-то знать о себе. Я иногда начинаю так сразу... Я иногда начинаю так сразу... Да, вот, осеян. Иногда начинаю так немножечко... Вот, может быть, высокопарно себя вести, что... Ну, такое, а-ля эксперт. Так, осея, да, я вроде нажал кнопочку, я вижу вас, да. Да, как будто бы, вот я сейчас подумал, потому что... Осея такая слушала, слушала... Добрый день. Да, ну нафиг. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, ну нафиг. Что-то он как-то ведет себя так... Что-то вот так вот. Вот, какая-то женщина, она хочет, она вообще понимает, там, так далее, взял, раскритиковал, может быть, у вас такое ощущение возникло. Вот, ну, у меня деформация профессиональная, я, к сожалению, так живу уже. У вас своя профессиональная деформация, у меня своя. Да, давайте встретимся как-нибудь в... вот со своими деформациями. Так, если я... Скажите, пожалуйста, сразу, сколько вам полных лет получается? 39, по-моему, да? Да, здравствуйте, да, 39 лет мне полных. 39 лет. Давайте сейчас я обобщу то, что я сейчас сказал, и задам вопрос. Вот вы написали, то, что... я только сейчас прочитал список симптомов, которые у вас за всю жизнь были. Вот я его только что буквально прочитал, перед этим не готовился. Значит, там достаточно большой послужной список, я его сейчас читать не буду. Но вот сейчас, в данный момент, когда мне пришел запрос ваш, он звучит для меня следующим образом. Я осия, я живу в ситуации, где бывает очень много стресса, прессинга и первостепенных задач. Я могу выгорать эмоционально, не справляться, и у меня возникает состояние, ну, там, аварийного психического реагирования, там, меня облили кипятком, это такое ощущение. И психическая реакция в виде, такая, я маленькая, останавливаюсь, там, теряю себя и т.д. То есть, вот, значит, это то, что я прочитал. Хорошо. У меня к вам вопрос. Что бы вы хотели внутри этого запроса? Чего хочется? Внутри моего запроса я бы, я хотел, я бы хотела реагировать не так, как я реагирую, я теряюсь. То есть, у меня вот был период жизни, вы правильно сказали, робот. Вот если брать 16-18 года, я не помню вообще, что я чувствовала, вообще. То есть, у меня было это вот, выходные расписаны по часам, по минутам, абсолютно. Вот это вот робот, правильно вы прям сказали, мне понравилось это слово. Вот. И когда, и тогда было огромное количество задач. Прессинг, это работа в высшей части, да, там, работа до, то есть, сазона до двух ночи, с топ-менеджментом. То есть, вот в таком ключе я работала, там, несколько лет. Вот в этом колесе я крутилась-крутилась, и потом в начале 19-го года меня из этого колеса вытащили. Я работала над проектом, где было спокойно. То есть, не было вот той многозадачности, то тех, там, двухста писем в день, на которые нужно было очень быстро реагировать, особенно, если это президент компании. То есть, это нужно было реагировать вот так вот, раз-два. То есть, ты обязан. И когда я ушла из этой системы, мне было жутко некомфортно. До начала 19-го года жутко некомфортно. Я себя чувствовала вообще, что я не приношу пользу. То есть, у меня задачи, вот, ну, количество задач в оперативном контроле и на проекте, они одинаковые, да. То есть, у меня вот количество решаемых задач, оно снизилось. Осознала это где-то в начале 21-го года. И сейчас, когда у меня идет наплыв, вот, задачи. То есть, я планирую. К примеру, я вот вчера спланировала на пятницу, что я буду делать сегодня. И вот потом, когда я увидела сообщение от PPI-блог, то есть, и вот опять я стою, и вот опять вот это все добавилось. Важная задача, которую мне нужно обязательно-обязательно решить. И мне нужно вот это, вот это, вот это, вот это, вот это решить. Абсолютно. И я, и я, и я теряюсь. То есть, если что-то вот, ну, как бы вот я спланировала, и еще что-то сейчас добавляю, то есть, я просто теряюсь, я просто не справляюсь со своими эмоциями. Я вот, понимаете-ка, у меня вот прям вот как вот лицо. Какие эмоции? То, что все, как бы, я не справлюсь. Вот эмоции, что я не справлюсь. Я вот вся нервная, вот, я вся нервная, и, соответственно, сразу же вот когда... Эмоции какие, когда нервные? Все трясет, вот смотрите, вот трясет все, прям все трясет. Трясет меня от страха, трясет меня от злости, трясет меня от отчаяния, трясет меня от ненависти, трясет меня от обиды, трясет меня от уны. От отчаяния и страха. Отчаяния и страха. Отчаяния и страха? Да. А проговорите отчаяния, что за слова? Ну вот отчаяние — это то, что для меня, возможно, это такой момент, когда всё, я хочу это сделать, но я раз всё опустила руки, потому что я не смогу это сделать, я не справлюсь с тем, с тем, с тем. Но почему-то я до этого справлялась. Понятное дело, что я сейчас реагирую почему-то так. И, к примеру, я вот сообщение, которое писала, была в состоянии, когда... Тихо-тихо-тихо, не торопитесь, не торопитесь, пожалуйста, ещё раз. Торопитесь, пожалуйста. Отчаяние и страх. Я хочу, чтобы вы здесь замедлились. Я не смогу, я не справлюсь. Я не справлюсь, я не смогу справиться. Я не смогу. Вот это отчаяние и страх, да, которое моментально вас прошибает, что ли, вот так-то? Да, прошибает, да. Вот я не справлюсь, я не смогу справиться. А это вот слова, которые никому направлены, вот так вот фантазировать. Вот если, вот смотрите, я не справлюсь, я не смогу, я пугаюсь этого. И одновременно отчаяние, и вот это всё меня заливает. И мой мозг такой говорит, всё, хана, ты не справишься, ты не сможешь. И вот это состояние, он, ну, мозг идентифицирует происходящее. Это же как? У нас есть глазки, у нас есть уши, у нас есть анализ. И мозг собирает информацию из всех анализаторов. И когда он выдаёт вегетативную реакцию, то есть гипоталамус у нас должен превратить сигналы, входящие, в ответ телесный. Ну, что делать, куда направить-то силы, ресурсы? И вот в этот момент мозг такой говорит, твою ж ты дивизию, я вообще не смогу это всё уместить в такое количество времени с учётом моих ресурсов, сил, возможностей и т.д. И в результате он выдаёт вот это вот состояние, да, которое вы описываете, ну, во-первых, я не смогу и не справлюсь, и вот это вот, что это такое? Вот это нас трясёт, да, вы говорите, вот это вот. И в этот момент кипяток этот появляется. Кипяток, он появляется, когда задача добавляется ещё одна, важная какая-то. Просто она маленькая, но если переворачивается весь мир вот так, я спокойная. Вот понимаете, вот именно вот какая-то маленькая важная задача, она становится на меня настолько огромной, чем нежели передо мной переворачивается мир. Вот у меня был переезд очень быстрый там, я была спокойна как танк. То есть мне нужно было собрать чемоданы, шесть чемоданов, шесть чемоданов, ложить всю жизнь. То есть я такая, бумс, я такая встала, так, и я спокойно это сделала. Ну, вот если какая-то маленькая задачка, вообще просто там незначимая, там, сын подошёл, у него там загноился пальчик, всё. Я эмоциональный, я всё, я полный просто вот этот момент ноль, и я понимаю, что я вот вообще вот... Ваш мозг видит разницу в этих контекстах. Я понимаю, вот... Вот вы меня сейчас сюда привели, в это сравнение, в чём разница? Да. Собрать чемоданы не трогает, а пальчик трогает. Субъективная разница. В чём? Вот субъективная разница. Что в этом пальчике есть такого, чего нет в чемоданах? Ну, в чемоданах, в чемоданах я понимаю, как это, как это, я понимаю, что это переворот. Вот, я понимаю, что вот тут я это должна принять. Я вот, вот смотрите, вот сижу спокойно. Иногда вот бывают такие вот моменты... Ещё раз, ещё раз, ещё раз, ещё раз про этот переворот мне ещё раз. Вы уже третий раз используете это слово. Что это за переворот мира? Это что такое? Ну, смотрите, когда вот идёт всё замечательно, хорошо, как ты планируешь, в принципе, жизнь, она как есть. И вот один щелчок, который вот резко переворачивает твою жизнь. То есть резко, это значит, ты быстро принял решение и вообще оказался в другом месте, в другой ситуации абсолютно. Вот такие вот, такого рода, скажем, такие быстрые переключения, они для меня нормальные. То есть я вот нормально на это реагирую, я спокойна. Но если сын пришёл... Потому что что там есть в этом перевороте? Там резкое переключение. И? Я не могу, я должна адаптироваться. Под это переключение я должна адаптироваться, я должна быстро адаптироваться. Сын пришёл, принёс пальчик. Тоже надо делать быстро. Всё, катастрофа. Да, ну... Не могу понять, я туплю, извините, прям не могу понять, в чём разница. Вот тут куча людей, объясните нам, в чём разница, в чём там случается, там нет. Субъективно, это субъективная какая-то оценка такая. Вот переворот, всё рухнуло, и тогда у вас прозвучало слово «принятие», как будто бы... Да. Первый раз, когда... Ну, первый раз, когда один из разумов сказали, как будто бы тогда остаётся только принять. Ну, смотрите, когда вот резко всё переворачивается, у меня нет внутри вот ни вот этого кипятка, то, что вот прям раз там лицо горит и прочее, да? То есть вот я... Трава, отчаяния нет, да? Нет, нет, этого нет, я понимаю, я должна действовать. Я должна действовать. Когда начинается вот что-то мелочь, вот любая, которая там... Сын пришёл, Сэм нагноился у него там ноготь. Хорошо. Вот я понимаю, что вот тут теперь я всё, я не справлюсь с этим. Это вообще просто, это как это? И всё, то есть я потеряна. Я вот как вот мышь, я не знаю, бегаю по кругу, я не знаю, куда пойти, куда. Как мне вот эту проблему решить? Я не понимаю, как эту проблему решить. То есть у меня всё внутри начинается, вот прям вот разрывает меня часть, я не могу найти выхода. я слышу я понял все очень просто здесь нет конечно не просто смотрите сейчас я вижу 2 оси и одна из них такая я должна действовать а вторая себя делает вот так вот киспук а если я не справлюсь очень по-женски а вторая седака и я должна действовать она такая как робот я вижу две оси я сейчас вас спрашивает конкретно каким образом включается одна и другая у себя как они выходят на основе какого субъективного критерия мозг говорит а вот эту сейчас проблему вот эту проблему давай сейчас решим с помощью вот этой сия должна действовать а вот эту проблему пожалуй вот это вот я не справляюсь как он выбирает как вы включать вы понимаете за за все чё что первое пришло это сильная и есть маленькая слабая да сто процентов это однозначно маленькая пугающая да и и 2 я должна действовать они очевидно различаются у них разный эмоциональный заряд них разные разные такой опыт в одних совершенно и это такая ну как бы мне пока непонятно как это все включается как включается 1 2 на основе каких критерий вот вот две ситуации чемоданы и пальчик почему почему там одна другая вот в детская понять там какая-то такая родительская такая не взрослая ни хрена но родительская понятно ногая раз почему там так там так давайте что придет почему так почему как мозг выбирает это что там есть такого в пальчики чего нету здесь почему у вас мозг говорит ась но вот не для таких случаях у меня такая асси а для таких такая нюанс какой-то есть по-любому приходит говорить да это какой возможно бред будет вот например пальчик для того чтобы решить проблему с пальчиком мне нужно сделать огромное количество действий то есть мне нужно этого врача найти там этот подолок и сразу же например сначала первое да то что нужно сделать могу почистить рану вот мне не получается все у меня все трясет мне не получается потом я понимаю там я мне нужно найти врача а мне нужно быстренько как можно скорее потому что рана гнойная да вот нужно быстрее мне взять встречу к этому доктору да вот и соответственно есть и там и там чемоданами же тоже есть критерии быстрее теперь смотрите чемоданы чемоданы я должна действовать но я не знаю конечную конечное мое действие к чему это вот я не знаю тут вот какая куда это вот например я собрал чемоданы там этом улетели да я дальше не знаю какие действия мне нужно совершить чтобы достичь какой-то цели тут у меня критерия четкого критерия оценки результат да оценки результата вот нет конца а тут когда например вот вот тут даже вот когда я получил вчера сообщение да там api blog мне мне стало прям сразу страшно действительно страшно потому что это первый вызов для меня выйти в эфир я жутко боюсь камер вот то есть это вызов для меня же но с одной это с одной стороны мне страшно другой стороны мне интересно решить проблему потому что она повторяется каждый раз я не могу как бы спокойно сказать хорошо сынок мы сейчас эту проблему решили мы сейчас возьмем встречу к доктору все все решим в любая когда например вот какая маленькая проблема я прямо что я должна ее решить я понимаю как его должна решить я понимаю что конечную вот вот оценка вот того моего действия понимаю к чему я должна прийти а тут-то я собрал чемоданы я буду шаг со шагом уже понимая вот следующую картинку то следующая картинка это которая будет определять мои последующие действия там я пока еще не знаю ничего что мне меня ожидает понимаете я там не знаю как оценку результата и вот и вас вас кто оценивает что вас оценивает я себя оцениваю оцените себя как нибудь как вы это делаете обычно первое вот в моем мире у меня вот например есть цель я должна вот например выучить там французский язык да вот я должна говорить там на уровне вообще c1-2 а вот ну как пример возьму не просят примеры вот я пошла там на курсы учу и меня например первый этап было сложно начать говорить потому что мне мне бы хотелось говорить без ошибок как перфекциониста вот как бы вот первый этап это заговорить потом ты принимаешь что ты говоришь с ошибками но каждый раз когда потом я встречаюсь там там иду к врачу или где-то я начинаю говорить я замечаю за собой ошибки я себя ругаю потому что там ну я допустил элементарную ошибку но каждый раз в своей голове как я делал какую делаю оценку то есть я вот 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 у меня вот идеальная картинка идеальная оценка чтобы я говорила там без ошибок писала без ошибок и прочее вот даже когда я достигаю какой-то маленькой цели меня хвалят я внутри себя не хвалю себя потому что оцениваю что я сделала не на 5 на 4 она могла бы сделать на 5 ходи сказать что вы же сия которая делает вот так она боится вот этой которая все время ей ставит ну все время ей говорит фразу могла бы лучше есть есть такое у меня любая работа любая задача которые я в принципе выполнял я всегда даже на проекте к примеру я достигала цели но внутри у меня всегда была такая мысль ты бы могла бы сделать лучше ну ты вот тут могла бы еще лучше сделать вот тут вот лучше то тут вот тут вот тут вот тут вот если сейчас вы не против я пару моментов зачитаю с того что вы прислали уже вот буквально перед эфиром до которые конечно прояснят картину для вас и для всех значит 18 лет ставят аденому гипофиза высокий пролактин значит это у нас прибавит немножко имеет значение но сейчас пока не будем про это значит вот что у вас кстати анорексия было до 17-19 лет и соответственно коротко образ какие у вас отношения с матерью образом но это была такая это я не нужно он образ такая строго она такая строгая меня генералша генераль что вот она да это потом мы про нее же пишет говорим с вами ваша анорексия с связана возможно но мне так показалось если вот прям первый образ который пришел понимаю ваша анорексия про это и говорит значит дальше дмитрий вас бог с ним значит 2016 год развод моя инициатива потому как устала одна обеспечивать семью бывший муж играл компьютерные игры и пять лет совместного проживания работа из пяти лет совместного проживания работал год я сейчас здесь хочу остановиться немного с вами объясню почему пять лет вы жили с человеком который совместного проживания проработал один год и соответственно играл компьютерные игры ничего не делал давайте давайте посмотрим теперь на эту ситуацию следующем следующей стороны давайте представим что вашего мужа вы выбрали потому что у вас так устроен мозг вот давайте сейчас вот ну скорее да да все эти пять лет что вы с ним делали пыталась сдвинуть решить эту проблему понимаете как у нас родился сын я уже когда было ему шесть месяцев я искала работу и меня просто вот там разворачивали говорили у тебя иди маленький ребенок вот к маленькому ребенку идем какая ваша внутренняя проблема могла выразиться в таком кривом как вам дойдет как ваша внутренняя проблема мозга причудливым образом выразилась во внешней форме организации партнеров я сама это понятно какая проблема ваш то есть вот в чем в чем вот я спица смотрите есть мужчина который ни хрена не делает и женщина который делает все идем дальше какой тип отношений у этих двух людей в чем главный эмоциональный процесс в этих двух людей давайте я скажу женщина постоянно его драконит а он все больше уходит как как вам ну я его постоянно вот слово вот ваше аккуратное слово сдвинуть а это значит я постоянно его пилю достаю драконе требую там и т.д. и т.д. и т.д. ну смотрите скандал как бы не было никаких скандалов я он сам пытался там искать работу ничего не получалось вот но для меня это было больше так скажем больше на эмоциональном плане что ли то есть я не кричала не требовала не пилила говорила то что давай возможно тут посмотрим давай возможно тут еще это знакомых подключу для того чтобы он нашел работу вот потому что приехал переехал с другого города и соответственно он говорил да да хорошо и в принципе даже вот обещал когда ребенок родится он перестанет играть на это не случилось то есть вот все то что было связано с ребенком машина там все закупки не все это было на мне абсолютно но я это не выражала эмоционально я это вот внутри больше хранил как вы это проживали внутри меня меня вот это поднимала злость я вот это вот все эмоции гасила внутри я не могу сказать что я прямо кричала я они эмоции они были внутри то есть я их не выплескивала наружу понимаете а когда я начинала с ним мягко говорить а ну вот как разница между человеком который выплескивает эмоции и держит их внутри эмоции одни и те же корень но у вас смотрите я сейчас объясню почему я эти вещи соединяю начали что мы с одного а теперь мы говорим про другое почему я пошел это место сейчас объясню значит ваша проблема носят действительно технический характер и вы говорите что ну вы бы приходите говорить игре в ситуации стресса зашкаливающего стресса затопление назовем это словом затопление количество входящей информации где ну как я вам привел пример с гипоталантом который получил столько входящей информации я просто я у меня у меня не я не знаю как как я с этим всем справлюсь в это количество времени не смогу в результате он включает какой-то аварийный режим вы таки приходите говорите блин мне не нравится этот варийный режим я бы хотела в текущих обстоятельствах пусть столько сыпется но чтобы у меня оставался тот же голос внутри который говорит ты справишься ты сможешь голос кстати генеральш такой да это вот след оставлены генеральшей он не просто оставлен вас внутри он еще вот тут симптомами подкреплен в вашей жизни таким как например анорексия в анорексии всегда ищите отношения мамы дочь значит очень-очень жесткие такие значит и ну не только но в том числе и вот получается у вас есть проблема у вас я выделил две оси 1 очевидно ребенок аварийный я не знаю все вы в эту точку уже где за 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 пруда произошла есть там где вот это вот остается генеральша она там командует на все решили все быстро сделал хорошо и вот это вот когда я спрашиваю кау боится вот эта оси я которая делает вот так вот это получается вы начинаете рассказывать о том что у вас внутри в общем-то процесс мотивации себя жутко больной фраза могла бы быть могла бы лучше да по понятно по всему тому как вы жили как вы пять лет с этим с этим мужем прожили так может прожить только женщина которая имеет внимание внутри опыт и я смогу я еще смогу у меня получится я еще смогу вместо того чтобы у братан ты чё давай у меня со 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 самоценностью нормально такая вот сидеть в этом может только женщина у которой внутри кривой механизм муж показывал глубинное твое расщепление есть вот он стал он взял на себя на чем он взял на себя взял на себя вот наш брак часто показывает вот как криво у нас устроен вот здесь муж стал утрированным ребенком вот этим вот утрированным беспомощным который ничего сделать не может утрированным настолько что даже его взяла проделать не у ребенка вышла за него замуж и 2 вот эта часть генеральши такая она об него по чтобы не об себя а об него ничего себе прикинь это все на себя все время себя постоянно требовать себя морщик она об него этот механизм крутил пять лет на в какой-то момент и как бы уже устала да значит что там произошло и ты такая вышла оттуда но я в этом вижу я смотрю на эту семью устройств семья мне мне интересует механизм вот этот на котором вы клей эмоциональный партнерский на котором держалась очень много злости которая твоя у тебя внутри это твое не смысле там у ты не права перед ним это вообще я не это смотрю у тебя внутри огромное количество злости случае если ты чего-то не будешь делать и вот там это генеральша сидит может назать ее мамой можно назвать ее с встроенным способом оценки 1 сентября я записала рилс 1 сентября предупредил напомнил уважаемые родители прошу вас самая страшная ошибка которую может сказать ребенку в системе самообесценивания звучит в виде фразы могла бы и лучше и 1 сентября записал напомнил ни в коем случае уничтожает критерий в результате ломается дофаминовая система подкрепления успеха в результате того что любой достигаемый критерий не приносит радости я должна продолжать бежать 2019 год выгорания так да что такое в горами я не могу я не могу выставить границу я не могу не имею права я не имею права услышать сигнал о том что я устала я не имею права отреагировать на него я не имею права воспользоваться накоплением ресурса я не имею права не имею права не имею права слово робот это вот эти люди это нарциссическая травма если ты не знаешь как называется называется нарциссическая травма и в результате тот перфекционизм про который ты говоришь заключается в том что твое левое полушарие а вот это вот женщина которая внутри говорили я должна делать левое полушарие не когда но жутко морщит правая полушария что право ушать живет национальность там вот эти все заряженные национальные фигуры такие вот так далее так грубо говоря там вот это расщепление она звучит так то есть у тебя твой брак показал наличие у тебя вот тебе тебе показали как во внешнем мире выглядит характер отношения вот тут у тебя есть две фигуры которая время воспринимает внимание одна фигура все время другую воспринимает недостаточно качество качественно действующей твой муж идеален для этой игры ну твой бывший муж соответственно да он идеален для этой игры вот для этого сейчас мы уходим извне вовнутрь самое страшное что здесь значит но на мой взгляд до за это вот ты как то что я вначале сказал это запрос робота потому что получается что самое страшное что ты вдруг оказываешься в ситуации выгорания это типичная проблема для нарциссической травмы нарциссической мотивации ты оказываешься в ситуации выгорания а у тебя все инструменты внутри принять себя поддержки себя ценности себя заточены только на то что вот там количество задач я должна их делать коллапс и ты приходишь из этого коллапса и твоя просьба до сих пор просьба робота просьба вот генерала это да точнее ко мне приходит и сиян она говорит или короче смотри тут генеральша внутри у меня есть теперь это я она как бы хочет видеть чтобы у меня это реакция ушла чтобы вот это вот девочка которая не просто пугается она пугается зато на то что затапливает твой мозг в этот момент объективно грибе я вообще не понимаю как справлюсь я не понимаю грипталамус выдает сразу вегетативную такую реакцию вот этот кипяток да там потому что это аварийка я не знаю давай назовем заменим ее вот давай не будем это давайте девочку поднимем и назовем ее адекватным аварийным сигналом и когда получается что ты приходишь и говоришь игру меня аварийный сигнал ну давай так нет ты приходишь на из того привозишь машину говоришь короче прикиньте периодически из под капота дым идет они открывают капот а там двигатель вот вот он знаете от от перегрева в периодических двигатель он прям его ведет форме да вот он меняет форму то что нагревается охлаждать открывать охлаждать они открывают смотрят такие а вы на каких оборотах ездите до красного доводить эти но у меня я часто в красных оборотах на ходу вот тут на аналоге 100 что тебе ответ это страшненько что так делать нельзя они скажут вы купите адекватную машину задача купите машину адекват задача у вас ваше тело ваша машина по моему по моему этим задачам не адекват нужен ну то есть в какие-то моменты зная она неадекватная чем задача который вы от нее хотите извините меня пожалуйста ну а возраст б накопление стресса до неадекватная там отдыху да и то что вы там все тянете на себе вы там не знаю как часа вот сейчас ваших отношениях баланс каков сейчас баланс совсем иной субъективно у меня я безопасности я у меня защита то есть у меня финансово абсолютно я не о чем не беспокоюсь то есть в этом плане у меня совсем другие отношения то есть это вот я встретила человека после как развелась наверно прошло месяцев 8 тоже на работе встретила вот и баланс совсем другой то есть забота обо мне и я действительно чувствую вот именно вот женщины они вот тем там там мужчины тогда когда вот я все несла на себя абсолютно но вот и вот тот момент вот и 16 18 года я не помню как я себя чувствовала то есть я была настолько роботом вот это действительно то что я я не могу вспомнить как я себя чувствовал я могу вспомнить события но я не могу вспомнить как я себя чувствовала сейчас я вот это у меня все это перевернулось по-другому да то есть как бы с 19 20 20 года 21 сейчас у меня возможно вот то что было тогда колесо постоянное да тогда было колесо да вот постоянно крутилось крутилось я имею ввиду вот постоянно много задач много задач много степ прессинга меня меня так вот брали за хвост вытаскивали иногда отдохнуть мне было некомфортно вот возможно вот я сейчас у меня вот жизнь перестроилась меня не так как было там в 16 18 годах она спокойнее намного да намного спокойнее но я на новые какие-то важные дела которые добавляются резко в принципе то что я должна я успеть должна я все равно я должна сделать все и все равно я сделать должна все идеально все красиво я должна сделать ну хорошо это вот то что вы сейчас описываете это называется перфекционизм это проклятие я не знаю слышали вы это или нет но да слышала перфекционизм это дофаминовое проклятие но вы понимаете что у нормального человека и вообще у животных если ты достигаешь какого-то результата тебе дается сахарок в виде там дофаминовое проклятие это акцептор действия да по моему анохина если я не ошибаюсь значит перфекционизм делает так что ты живешь обещанием но сахарок тебе не дается ты ты не можешь насладиться им это поломанная система и она приводит к на это следствие наркотической травмы она приводит соответственно к вот этим истощением выгоранием и значит утрированным то есть механизм становится настолько утрированной что вот внутри теперь даже вот мне сообщили из пекая блога что ваши как вы сказали диагностика вам одобрили диагностику да и у меня уже и мозг что-то распознал вот давайте посмотрим в это место на этом примере ну что тут ну во-первых там видео вы боитесь да вы говорите по публичности да чего еще решить проблему ну смотрите как бы для меня вот это когда мне написать когда вам написали главный стресс в чем стресс это камера публичность вот вот она главный да страшно содержание этого стресса внутри если камера и публичность да что что страшного я могу показать что маленькая какая-то вот не такая большая как а в принципе да там какая такая маленькая а там вот эта девочка что ли может сидеть да что ли вылезет такая из-за спины такая я здесь примерно если она вылезет что какое чувство вот давайте давайте сейчас я знаете это должно быть стыд конечно да на этом основана травма нарциссическая стыд и презрение презрение господи значит какая она там какое что вот это в чем суть нарциссической травмы моя ничтожная жалкая часть которой я как будто всю жизнь бьюсь и полем битвы становится работа задачи и там личная жизнь в такой кривой форме полем битвы становится для того чтобы эту штуку всячески скрыть ну как бы классика классик просто вообще просто самое что ни на есть и и с точки зрения физиологии я вам рассказал да то есть это получается нарушенный механизм дофаминовой обратной связи акцептор действий по мысли не ошибаюсь анохин а с точки зрения работы мозга это избыточная доминантность левого полушария который живет у нас вообще в принципе левое полушарие любит подавлять правое в правом нет никаких критериев в правом нет никакой ответственности в правом нет никаких никакого времени в правом нет никаких границ в правом нет никаких четкости там все спонтанно абстрактно Там все противоречиво и в то же время все может быть. Вот оно такое левое говорит, какой нахрен у нас задача, у нас время, у нас границы, как ты вообще можешь? Да это позор, если ты вылезешь тут со своим этим. Вот так примерно, да, я утрирую грубо, но вот это так. Оно в принципе, это физиологический феномен такой, как бы, известный, да. И в результате мы превращаемся в роботов, вот за счет того. За счет того, что вот это нарушено в роботов. И за счет того, что вы думаете, мы не знаем, но мы как будто бы научаемся жить, как будто вот эти слова генеральше внутри. Вот они-то правда. Они-то измеримые, они четкие, вот вам критерии, вот вам это, вот они-то правда. А вот то, что вот эта девочка сообщает своим сигналом, такими слезами, такими... Вам надо, чтобы сверху прозвучал голос генерального и сказал, по-моему, это избыточное количество задач, уменьши их в два раза, если увижу, что ты делаешь больше, буду наказывать. Вот, то есть у нас, чтобы звучал левополушарный такой. Да, и тогда я успокоюсь, расслаблюсь, скажу, ну да, я выполняю. Вот норму такую мне сказали. А вот когда девочка с твоими слезами и страхом, и там, вот этими приливами, там, да, не дай бог, говорит о том, что... Как бы я не справляюсь. Вот это несерьезный сигнал получается. Он несерьезный. И можно прийти к психологу и сказать, давайте мы уберем ее. А вот эту оставим. И тогда твой путь куда? Ну, опять в выгорание, да, на другом уровне, там, не дай бог. Вот, извини, пожалуйста, может быть, я там учу, я сейчас просто рассказываю тебе механизм, не в смысле тебя пытаюсь научить. Дети механизм рассказываю. Как я его понимаю вообще, да, если мы берем твою проблему, проблему перфекционизма, потому что это одно из сильнейших проклятий человека. Вот, у тебя еще позвоночник, конечно, грыжа, поясничный отдел, что еще там, подчеревец, анорексия, пищеварение. Это понятно. Что тут еще? Три хирургических вмешательства. А, попроскопия, правую трубу, ай, камень еще. Это 23-й год? Это только 23-й год, это прям за короткий промежуток времени. А какие-то проблемы в отношениях? Какие-то проблемы в отношениях? Какие-то проблемы в отношениях с мужчиной и в отношениях, в отношении ребенка, которого, может быть, кто-то хочет, а кто-то нет. Вот так задам вопрос. Да, хорошо. Я очень хотела ребенка в какой-то момент, да, то есть это вот, где, наверное, тоже там, в 17-е, в 19-е годах примерно, мне сказали нет. А потом сказали да. Ну, молодой человек. Да, да, в этом сказали да. Ну, и, соответственно, скажем, почему-то какое-то такое чувство, что вот оно вот да, но не вот, скажем, действительно да. Ты не веришь его, да? Возможно, поскольку именно вот первое... Мы сейчас говорим про твой субъективный процесс, но про него... Да, да, да. Да, про твой субъективный процесс. То есть у тебя внутри есть недоверие, да? Есть. Ага, вот это оно здесь. И я не буду сейчас углубляться туда, на чем это основано, но это как бы про отношения. Здесь часть твоих симптомов, она про отношения вот с мужчиной, да? Значит, и то, что камень в ночиточнике, и вот у правой трубы, значит, это все туда, а? Аденома гипофиза это, значит, аденома гипофиза, скорее всего, врожденная, да? Не знаю, не могу сказать, поскольку как раз было это время анарексии, когда я потеряла... Ну, вес у меня был где-то 43 килограмма, метр 72, да, у меня рост. Вот. И потом мы начали там, соответственно, искать причину. Был паралактин, это по 2000. И потом вот обнаружили аденома гипофиза, который там, я жила спокойно, принимала несколько лет там до стенекса, и, в принципе, потом, когда отказалась, никаких каких-то моментов не было. Ну, у меня было, зашкаливал прям 600, где-то 700, вот так вот. Когда стрессы, паралактин поднимается до 800, ну, я делала в 2018 году МРТ, там нечеткий контур был гипофиза, но аденома как таковой не было. В 21-м дело все чисто, и вот во Франции дело в 23-м году все чисто. То есть я поняла причину, я много эту тему изучала, и оно мне исчезло. Просто вот, ну, оно исчезло, мне его нет. Просто... Отлично. Но когда нервничаю, да, паралактин поднимается, все. Это как... Действительно, вот, много было сознания. Зачем, почему? А касательно... Паралактин это гормон. Ну, пралактин это... С одной стороны, это так называемый гормон войны, да, то есть это... С одной стороны, стимуляция молока, да, уже для существующих детей. То есть это как будто бы... А, значит, позаботиться, да, это гнездовой гормон, гнездо. То есть когда у тебя проблемы с пралактином, то, значит, достаточно, ну, какая-то программа в тебе есть про то, что в гнезде кто-то вот... Не хватило ресурсов, недокормленный, не дохватило, может быть, конкуренции, кстати, с братом, не знаю, может быть, что-то еще такое. И к анарексия сюда, кстати, может относиться тоже к конкуренции с братом, если он, например, любимчик, например, а ты там не... А ты там все время должна дотягивать, например. Не было такого у тебя? Нет, у меня это был как раз 2001 год, 2002, у него у отца были проблемы с сердцем, у него там врожденный один момент, должны были его оперировать, а мне нужно было заработать и на его операцию, ну, вот, на катетер, который, и мне на учебу. Я в то время платно училась, а потом меня на бюджетную форму обучения перевели, вот как раз вот это вот 2002 год, и потом как раз у меня пралактин прям 2000, ну, вот. Интересно, что мозг реагирует все-таки пралактином, есть разные варианты, да, реагировать, например, щитовид какой-то, а тут просто пралактином. Ладно, все, окей, не лезем, это мне просто там интерес поспрашивать, давай вернемся к тому запросу, к которому ты пришла. Ася, извини, пожалуйста, я тут поспрашивал, чтобы соединить эти вещи. Хорошо. Давай сейчас посмотри на свою проблему, из которой ты пришла, и попробуй сейчас задать вопрос, как бы вот он сейчас звучал. Представь, что у нас сессии не было, и ты как будто бы приходишь снова. Как этот вопрос сейчас для тебя звучит, к которому ты до этого пришла? Как мне реагировать на вот две мои вот эти части? Вот это уже вопрос другого уровня, это вопрос уже человека, который выделил внутри себя эти части, это хорошо. Вот это уже вопрос классный в действительности, то есть есть я, и есть вот эти две части. Ты можешь прочитать элементарную книгу, например, да, там игры, в которые играют люди, да, классика психологии, потому что вот эта вот идея про детскую часть и генеральшу, то есть это родительская, это детская. И примирить их может только взрослая. Вот про ту, из которой ты сейчас задала вопрос. Вот ты сейчас из нее наконец-таки задала вопрос. До этого ты вопрос твой звучал скорее из генеральской части. Ну, то есть у нас тут есть какая-то котизьян, мы даже говорить о нем не хотим. Сам факт того, что он где-то приближается, эта штука где-то начинает подниматься, у меня тут такое начинается. Помнишь, да, как стыдом реагируем? Лицо краснеет, ты про жар говоришь, да, прилив, сосуд расширяется, стыд, реакция стыда на факт того, что где-то рядом эта штука, да, видимо, вот эта вот детская часть, она, моя ничтожность, там, моя какая-то, вот эта вся вот эта вот история толпой, кучей приходит, и стыд имеет вот эффект такого наливания красным таким, да, это вот его чисто фишка. Поэтому попробуй связать вот этот кипяток, как ты выразилась, и стыд. Значит, и тогда, грубо говоря, книжка тебя научит тому, как родительская часть может, ой, взрослая часть может родительскую и детскую аккуратно, аккуратно учитывать этот навык, взращивать. Со своей стороны, я тебе хочу, просто еще раз напомню, что хохма заключается в том, что это генеральша, она, знаешь, как говорят, есть актер, убедительно играет, убедителем своей роли такой, да, и вот эта генеральша, у нее внутри прав, не больше, чем у девочки, вот этой, которая, но играет убедительно, просто как будто, ну вот я главное здесь, и вот мои слова, это истина в последней инстанции. Ее убедительность носит вот этот вот, к которому ты привыкла, да, вот этот вот тон, решительность, значит, это ведь встроенная в тебя фигура мамы, да, вот эта вот генеральская, она встроенная в тебя, она много лет закрепленная, и ты никогда не подвергала сомнению этот убедительный фасад. Самое страшное для нее будет для этой части, если она будет приходить, например, во французском языке такая, да, но, конечно, бы ты бы могла и лучше, там, дра-ля-ля-ля-ля-ля, и вот ты смотришь на нее и говоришь, браво, браво, дорогая, прям съеживаясь ты такая убедительная, бросай тебе цветы, браво, браво, она тебе кланяется, и говорит, хочешь еще, да, у тебя не получится никогда, если ты так будешь стараться, если так будешь стараться, никогда не получится у тебя выучить до С1-то, или чего, потому что ты знаешь, что надо лучше работать на произношении, и вы такая, господи, как убедительно, браво, еще цветы, цветы на колени, господи, какая игра. Можно вот так делать, смотри, можно так с ней, она не имеет больше власти, она опирается на левое полушарие, к которому относится, например, критикующая родительская часть, критикующая, да, оно действительно помогает нам жить в структуре мира, да, в нем действительно паттерны, схемы, благодаря которым, там, значит, ты достигаешь результативности, успеха, там, и так далее, и так далее, и так далее. Алгоритмы, алгоритмы. Ну, это исполнитель, исполнитель, а законодатель вот где. Законодатель и настоящая мотивация, настоящая радость, настоящие смыслы здесь. И в этом смысле, как бы убедительно эта хрень не была, она не законодатель, и в ней не больше. Они очень разные, но у нас мозг, особенно перфекционистов, да, соответственно, вот это подавление, доминантность. И вот эта идея, которую я тебе сейчас рассказываю, пусть она будет внутри тебя зерном, на основании которого ты начнешь себя спрашивать, почему, почему ты возомнила, что ты больше, я просто слышу твой голос, твои пожелания, и я слышу их. Ну, здесь другой голос есть. Вот эти самые чувства, эмоции, вот это вот отчаяние, страх, я не справляюсь, потому что количество в единицу времени задач огромное. И если бы тебе, как я уже сказал, однажды ты пришла на работу, да, и тебе бы пришло бы распоряжение начальника, генерала, который бы сказал, не смей так много работать, ограничить нагрузку. И генераль, чтобы твоя заткнулась, потому что другой генерал бы на понятных ему критериях бы, да, разрешил. А девочка говорит только, ой, уже, уже этим, наполняю тебя кипятком, а все не слышу я ее, а все не в расчет, серьезно не воспринимаю, а все не учитываю. Вызов людей, перфекционистов с возрастом, один из вызовов серьезных заключается в том, что критерий сохраняется, а ценности, взгляды, ориентиры меняются, возраст берет свое, а критерии требовательности остаются старые, как в молодом возрасте. И все, симптомы поехали один за другим, особенно в опорно-берегительном аппарате, особенно. Там все же связано с темой самоценности и обесценивания. Ну вот. Поняла идею, на основании которой тебе придется кружить внутри своего пространства и вот из взрослой части за этими штуками наблюдать. Там приемов дохрена всяких способов, дохрена, но самое главное это вот эта тема. Вот так вот. Вот. И работать в направлении того, чтобы вот это... Мы туда не пошли, но вот эта вот генеральша, да, вот эта мама, и боль, которая в тебе записана в отношениях с ней, такая я... Она, конечно, была внутри, видимо, как-то... Интересные моменты есть, появление меня на свет. По логике вещей, не должно было быть. И, ну, скажем, мама меня решила оставить, потому что она видела сон, когда ее дед, ее дед, сказала, что нам ребенок нужен. Наверное, это еще одна, да, развязка по всему. Смотри. Это интересно, знаешь, чем? Потому что... А какие были основания, чтобы не рожать? Ну, родители только построили дом, переехали, построили дом, переехали, это 83-й год. И даже вот зима, первая зима, у них не хватило, вот это еще, да, там, в советское время денег, они... Не было стекол, а были пленки несколько слоев. То есть, ну, полу... Вот здесь твой пролактин и начал... Вот здесь программа для пролактина впервые запустилась. Ну, то есть, их переживание отношений дома, уюта в доме, тепла в доме. Вот здесь заложилось зерно для пролактина. Я спрашиваю, ты описываешь, почему мозг выбрал пролактин и пролактиному там, где отцу стало хреново? Ну, почему? Ну, понятно, там он подопечный, ты за него отвечаешь. Да, ну, почему прям пролактиному? То есть, это глубинная должна быть история. И ты, получается, в фазе программирования родители создавали дом, и ты была той, которая приходит и создает им еще дополнительное напряжение вот в неустроенности дома вот этого нового, да? То есть, они еще там не устроили, там холодно, грубо говоря, ну, образно. И ты не к месту, да? Вот, и поэтому они хотели, получается, облегчить себе бытие, да? Чтобы, ну, там, дом отдать времени себе для того, чтобы обустроить, обустроить гнездо, да? Ну, возможно. У мамы не было этого ощущения? Возможно, да. Возможно, да. Возможно, да. Я вместе с тобой сейчас пытаюсь эту логику. Как эти два человека могли это ощущать? Да. Ну, я тоже думаю. Я так понимаю, да. Ну, как я пришла, ну, ей, соответственно, больше денег принесла. Потому что маме декретные два раза выплатили и не забрали вообще. Как она мне потом говорила. А то, как она приняла решение, это решение правополушарное. То есть, вся логика ей говорила о том, что, значит, нет. А что такое сон? Ну, даже если мы не берем деда. Образ деда. Для нее образ деда – это какой-то образ ее. Ее здесь нет, ну, бог с ним. Образ мудрости какой-то, значимости, да. В любом случае, она принимает решение на основании абсолютно иррационального анализа, да. То есть, вот у нее борьба мотивов внутри, да. А она берет и говорит – сон видела. А сон – это время, когда сознание полностью спит. Там чисто правое полушарие, да. Вот оно какие-то эти брызги образов дает, какие как попало. И она вот отсюда принимает решение – и ты есть. Пусть это будет тебе уроком, что ты есть благодаря… Вот там он повышает, да, милевому. Да, и все, иди туда. Там что-то настоящее для тебя. Там, ну, в смысле, вообще, баланс. Здоровый человек, он в балансе, да, здесь. Он учитывает сигналы и отсюда, и отсюда. А у тебя гипертрофировано. Поэтому пусть это будет сигналом тебе о том, что ты есть благодаря вот тому, что мама смогла тебя привести в мир, опираясь вот на эту рациональщину, да, казалось. Да. Но так она приняла решение. Как настоящая женщина, да. Сказала, нет, все. Да, однозначно. Здесь не может врать, да. Потому что правый полушарий действительно, ну, не может донести, не может сделать презентацию и сказать, смотрите, здесь вот по этим критериям, по этим графикам он так не умеет. Но его сигнал в виде кипятка нельзя игнорировать. Нельзя. Это его форма. Но под ним очень серьезный глубинный анализ. Более мощный, чем вот в этих алгоритмах. Поэтому правый законодатель, а левый исполнитель. Все. Вот я хочу тебе на этом закончить, чтобы ты смогла, так сказать, как бы сказать, внутри получить опору для вот этого баланса. И вернуться аккуратно. Вернуться к себе, потому что пока что ты вроде как запрос на робота был такой. Усилить функцию робота. Ну да, усилить функцию робота, потому что тогда как-то решалось все. И не было вот на самом деле какой-то реакции. Ну, я понимаю, что мне нужно вот это, над всем этим работать. Баланс приводить. Хорошо. Пару слов. Что ты сейчас вообще чувствуешь? Вот сейчас камеры, там все дела. Значит, тебе пишут комплименты. Говорят, красивая очень женщина. Я тут поддержу, подтвержу, да. То есть, вот. И в целом хочу спросить просто. Вот ты в каком сейчас состоянии? Вот попробуй считать датчики из тела, но не из сознания. Да просто пособирать показания датчиков. Как бы ты описала состояние сейчас свое в целом? Знаешь, Игорь, вот я спокойная, свободная. Даже, наверное, вот сначала минут 10 мне было некомфортно перед камерой. Потом я просто убрала фокус от вот то, что, да, вот камера, да, там вот эфир и прочее. А сейчас я вообще вот, я, я свободная. У меня внутри вот, ну, прям вот свобода и вот честное умиротворение. Просто вот на самом деле такое, как сказать, вот, ну, такой дзен и такой кайф. Вот внутри у меня нету блоков, вот. Они ушли. Абсолютно. Хорошо. Нейромускульный зажим – это функция левого полушаря. Нейромускульный зажим, то есть как будто зажимаешься. То, что ты сейчас описываешь, скорее похоже на то, что мы действительно чуть-чуть сбалансировали тебя сейчас. К минимум, сейчас ты пошла навстречу, рискнула внутри, да, рискнула принять абсурдность доминирования этой стороны. И к ней с уважением, и к этой, то есть чтобы был баланс, что у тебя вот эта вот, та часть, из-за которой много стыда, с ней все нормально. У нее ее сигнал надо уважать, учитывать, и он имеет право быть. Хорошо. Хорошо. Спасибо тебе. У тебя очень богатая история здесь. У тебя, значит, с любым из этих симптомов ты могла бы выйти, да, особенно вот этот вот актуальный, да, про то, что вот у тебя было три оперативных вмешательства. Ну, ты как-то обошла и сказала, для меня сейчас важен в жизни вот этот момент, да, вот про то, как я живу в отношениях с тобой внутри, да. Ну, значит так, значит так. Спасибо тебе за открытость. Вот. Счастье. Игорь, благодарю. Прямо. Спасибо. Как всегда круто, как всегда прям самое сердце. Прямо, как слов нет. Только великая благодарность. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо, 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 и ты пока отключайся, пару слов сейчас скажу. Дорогие друзья, в ближайшие пару дней или два-три дня следите за информацией, там будет интересное предложение по скидкам на разные курсы, где вы можете повысить свою компетентность в отношении вот того, как любить себя, жить с собой, как уметь, ну, разных, да. Вот сейчас не буду говорить, буду так на виду тумана, просто последите за информацией в моем ресурсе в ППИ-блоге и все предложения увидите, будет интересно. Все. Спасибо вам, что выбираете, смотрите, присутствуете. Да, в комментариях обязательно, обязательно комментируйте чего-нибудь доброго, хорошего для участницы, для осени, напишите, пожалуйста. Это будет круто, потому что ей будет приятно, и ваша активность мне приятна. И вообще, я замечательная женщина, вы это сами видели. Вот, поэтому, чего-нибудь доброе скажите. Всего доброго.